Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешно. Номер 979. События дня. Петлисиаса 12.3.13.14 Выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди ее соблюдай, потому что в этом все для человека. Ибо всякое дело Бог приведет на суд. И все тайное, хорошо ли оно или худо. Дальше как объявление, просто прочитайте. Можно затормозить и прочитать. Вчера тут... Что-то было такое, никак не откроешь YouTube. Потом я написал, обратился за помощью. И что нужно сделать? Вот, семь переключений. Виталия Чернова пишет. Смотрю далее ролики с Виталием Калиниковым. Как хорошо и тонко, и прямо в точку вы учите Виталия. Дай Бог ему разумения и понимания, с какой любовью вы разжевываете все его поступки. Да благословит вас Бог. Добрый день, Игнатий Тихонович. Прошу меня простить, что не смог быстро вам помочь. Слава Богу, у вас много помощников добровольных. Пусть Господь наполняет вас силой Святого Духа. Анастасия Мирвам, Игнатий Тихонович. Не встречали ли вы аллегорического толкования на девятнадцатую главу книги Судей о левите и наложнице? Отвечаю. Не встречал и не слышал, есть ли оно. Считаю, что это разовое событие никакой аллегории вообще не несет. Вывод. Никогда не следует женщине наставить на своем и убегать от мужа в свою далекую страну. Ее ждет подобное. 1 Коринфянам 10.6. А это были образы для нас, чтобы мы не были походливы на злое, как они были походливы. 1 Коринфянам 10.11. Все это происходило с ними, как образы, описанным наставлением нам, достигшим последних веков. Ну, что тут можно сказать? На десять дворов буквально потеряете летом, тут больше. Какие тут события могут быть? Вот село Корчино, от нас 15 километров, и там есть отстающие ученики по математике. И почему-то решили их привезти к нашей учительнице, которая за завучи Елену Анатольевну Барабаш. Я думал, много привезут, а привезли только двоих. Володя как-то сказал, что у нас в лагерном огородчике яблоки желтые, небольшие, они вкусные. Много падает на землю, надо срочно собирать. Я говорю, у меня время есть, я скорее два ведра. Володя оповестил, меня не ищи, я пошел. И два ведра набрал, на велосипеде переволок. А раз приехали эти, я решил угостить. Я не знал, сколько, я думал, там человек 15, может. Набрал тоже ведерко поменьше этих яблочек и повез. Вот интересно, как Володя сказал, и не мне, как бы, а я услышал и взял. И вот, выезжая от Володи, на дорогу разворачиваются, всегда на руль вешал у велосипеда ведерко. А тут, думаю, чтобы помягче было, взял, поставил в корзинку, которая впереди руля. Ну, и как-то отпустил я его, или на повороте наклонил, сейчас даже не знаю, и яблочки эти хлынули на дорогу, упали. Ну, неприятно, конечно, но я глянул вперед, и идет какая-то машина, крупная, ну, легковая. Что делать-то? Я постоял, так быстренько сообразил, думаю, ладно, велосипед положил и начал собирать яблочки. А машина проехала маленько и остановилась, вышел. О-о-о, это племянник Надежды Васильевны Сергея Шадрин, Саша Шадрин, отец. О, разговорились тут, он и привез. Собака у него большая, килограмм сорок весом, черная, как немецкая овчарка, черная, здоровый кобель. Он с женой едет. Я говорю, давай-ка, собирай быстро, помогай, и в карман себе клади. Вот так бы ты не остановился, я бы тебя не заметил, ну, то есть, не обратил внимания. А так, все, тут маленько поговорили, яблочки скорее собрал ему в карман, и мне и так хватит. Поехал к этим ученикам, действительно, только два, ну, дал им яблочек, наложили они, сумочки у девочки оказались. А парень большой, девятый класс, даже таблицу умножения, говорит, не знают. Ну, я думал, много. Днем еще приезжал Елена Анатольевна и сказал, я буду, можно поснимать-то? Да ну, да зачем? Я говорю, ну, как так? Ты учительница там по интернету ведет там занятия, следи учителей, что-то там такие предметы, предложения, что-то такое. И здесь, привезли же к тебе, а не мимо. Еще талант зарывать-то. А двое остались. Я говорю, я бы мог сказать, математика, мой любимый предмет, и я помню, поступал, когда учился уже в училище, в мореходное училище в Риге, это заочно. И там высшая математика, и курсы я годовой сдал за неделю. Ну, просто мне нравится эта наука. И я бы их маленько, может, сдвинул, так подумал. Ну, немножко сказал, что везде все на цифрах, тем более цифровое сейчас даже все. И фотоаппараты, и видео, и вот цифра вылезла на первое место. И в Библии начинается сразу шесть дней, счет идет, и чего, и как. Ну, вся Библия из одних цифр буквально. Тем более зашифровано под семерку все, как Панин говорит Иван Петрович, профессор. Вот так. Решили там по проволоку пройти, достать, которые бревна заросшие лежат. Вытащили на дорогу, Володя все испилил, давай возить. Ну, работа непрерывная идет тут. А тут, где Никита был, в Павловом доме, опять все заросло. Ну, и самый палисад. Давай. В прошлый раз сделали, Володя сухую траву почему-то оставил на месте. И не могу я лопатой проколоть ее. Пошел Виталия забрал, Виталий делает. А там батюшку видал, он пришел, побеседовали. А тут вот он барабаш. Интересно, как государство вроде могло бы маленько помочь, но только чтобы взяли их солярку в течение трех дней. А тому нужно сколько? 200 тысяч? 200 тысяч! А у него пенсия 7 тысяч. Ну, что тут, ясное дело. Я, говорит, только тот показал, на кого может. А Сергей плетет мордушку. Мордушка большая. И правильно она была сделана. Там выпиливать надо болгаркой. Корпус, я вон ее тюлем заделал. Ну, и вещь он принес. Ставить я. А я уже стал готовиться ко сну. Разделался. Увидел, что тащит Виталий мордушку, а Сергей с двумя собаками. Ну, я скорее оделся, их тут же прям перед домом встретил. Пошли. Много я там поснимал. Собаки как бегают, играют, прыгают в воду. И мордушку ставить. И чтобы ее искать было легко, он привязал бутылку. Вот так. Это уже солнце на закате было, я прямо заснял. И это я тоже заснял. Вот так. Вот такой день прошел. Конечно, тут телефонные звонки. Один звонит. Разблокируйте меня. Вы меня заблокировали. Я такой-то вот, называют себя. Где искать? Не сказал даже где. Я в Латвии. В Латвии. А сейчас я в Норвегии. Я говорю, так вы на меня выйдете. Дайте где искать. Я вернулся домой. Давай искать. Я не знаю, в моем мире заблокировано. Там блокировка идет. На форуме посмотрел. Нет, на сайте там вообще движения нет. Или в Ютубе. Тут тоже многих у меня. Ну, я буду искать. Около шести тысяч заблокировал я только. Каждый день матершинники лезут. Притом ничего нет. Обыкновенный ролик. За столом сидим, аж умирает от злости. Его просто ужас какой-то. Около шести тысяч заблокировал я только. Ну, это же пол дивизии. То, может быть, одни и те же под разными именами. Не знаю. И так поискал, поискал. И хотел разблокировать. Знаете, я о себе немножко успел сказать. Я ничего не мог сделать. Так что, если будете слушать, знайте. Надо выходить на меня конкретно. Ну, каким-то образом. По другим именем. Ну, сделайте новую страничку. И что-то не найти. Где я найду? Шесть тысяч. Еще ради я буду сидеть. Это не один день надо искать. Тем более непонятная фамилия. Сказано. Цифровое какое-то еще. То есть, не выполнил. Вот так. Ну, и что у нас тут? Все, пока на сегодня.